Что вы можете сделать, чтобы жить полноценной жизнью? Что вы можете сделать для своего организма, чтобы он работал как можно лучше? Сегодня у нас в гостях специалист, который расскажет о том, что вам возможно уже известно. Если вы что-то слышали о здоровье, то возможно вы уже знаете об этом. Если же нет, то для вас это будет в новинку. Но я думаю, что каждый из вас узнает что-то новое. Позвольте мне представить вам нашего гостя. Я прочту несколько строк, а затем он сам расскажет вам о том, чем он гордится. Наш гость клинический фармаколог. Он специалист по фармакологии питания. Он был председателем форума по вопросам питания и здоровья в Великобритании. Он является старшим научным консультантом Комитета по безопасности лекарственных средств Великобритании. Он также работал в Институте питания мозга и поведения в Оксфорде. Он провел множество исследований, клинических и предклинических, и всю свою жизнь он посвятил изучению вопросов здоровья. Он страстно желает изменить ситуацию в области здравоохранения во всем мире. И сегодня мы поговорим с ним об основах здорового образа жизни. Что нам нужно знать, если у нас нет медицинского образования? Что мы можем сделать, чтобы быть здоровыми? Я очень рада, что сегодня у нас в гостях доктор Пол Клейтон. Здравствуйте, Пол. Привет, Карла, и всем остальным тоже. Пол, даже когда я читаю все это вслух, я знаю, что у вас длинный список достижений, и еще больше того, что вы сделали в прошлом. Но вы сегодня продолжаете заниматься тем, что, как вы сами сказали, вызывает у вас еще большую гордость. Если бы вам пришлось представиться, что бы вы сказали о себе, Пол? Раньше я был больше ученым, чем сейчас. Я жил в мире науки и получал от этого удовольствие. Но в какой-то момент мне стало ясно, что те дискуссии, которые мы вели в научном мире, имели большое значение для общественного здравоохранения. И если вы полностью погружены в университетскую систему, то вам будет довольно сложно принимать участие в практической и политической деятельности. Я не марксист, как говорил Карл Маркс, и дело не в том, чтобы просто понять систему, а в том, чтобы попытаться изменить ее, перейти от теории к практике. И это стало моим моральным долгом. Сейчас существует такое огромное количество информации, которая показывает связь между тем, как мы живем, и нашим здоровьем, что мы наконец можем сказать. Смотрите, вот несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свое питание и образ жизни. И это значительно повысит ваши шансы на более долгую и здоровую жизнь и реализацию вашего биологического потенциала. Итак, просто остановившись на этом, я расскажу о многом из того, что вы сказали. Потому что наука есть наука. И вы не раз говорили, что когда люди ищут истину, они не могут отрицать науку о здоровье. То есть то, что вы изучали всю свою жизнь, и то, что другие люди делают то же самое, в некотором смысле не является чем-то объективным. На самом деле это очень научно, потому что все, кто изучает здоровье, будут получать одинаковые результаты. Я права в этом. Ну, на самом деле я бы не хотел создавать здесь дихотомию между объективным и научным. Они должны быть близки к одному и тому же. Проблема заключается в том, что наука изучает эту взаимосвязь, эту очень сложную взаимосвязь между тем, как вы живете, и тем, будете ли вы здоровы или нет. Это так сложно. Существует так много переменных. И я думаю, что существует множество исследований довольно низкого качества, в которых исследователи задают неправильные вопросы. Это вопросы, которые могут обеспечить им гарантии пребывания в должности, что позволит привлечь больше финансирования для проведения дальнейших исследований. Это не обязательно те вопросы, которые мы затем сможем воплотить в улучшенной практике общественного здравоохранения. Так что, к сожалению, наука, как и любая другая деятельность человека, заложена в культуре. Ученые не застрахованы от давления, которому подвергаются все остальные. Вы должны поставить хлеб на стол. Вы должны зарабатывать на жизнь. И безусловно, существует давление, которое затрудняет людям, например, внутри американской системы здравоохранения, выходить за рамки этого и давать рекомендации людям, которые снизят спрос на медицинское обслуживание. Вы видите, что это сокращает доходы, поступающие в больничную систему, доходы, поступающие в фармацевтическую промышленность. И мы не должны вмешиваться в это. Так что... Итак, мы знаем, я имею в виду, что мы слышали, что люди часто думают о деньгах. Но давайте оставим это в стороне, доктор Пол. Давайте поговорим о том, что вы узнали за долгие годы исследований о том, что такое настоящее здоровье. Давайте поговорим о том, где мы находимся сегодня. Как мы дошли до этого? Каково реальное положение дел в здравоохранении, если рассматривать его с научной точки зрения? Как бы вы охарактеризовали ситуацию в мировом здравоохранении в целом? Правда, Карла, ты готова услышать правду? Я постараюсь, доктор Пол. Нет, это нехорошо. С точки зрения 30-летней перспективы, ситуация в мировом здравоохранении очень-очень плохая, и она ухудшается. Я могу перечислить от 80 до 90 различных хронических заболеваний, которые становятся все более распространенными. И многие из них встречаются у все более молодых людей. В целом это говорит о том, что население хронически отравляется. В настоящее время, когда медицина практикуется таким образом, когда медицинские учреждения организованы таким образом, кардиологи занимаются кардиологическими проблемами, онкологи раковыми заболеваниями, а те, кто специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, занимаются этими проблемами. И все они рассказывают одну и ту же историю. Мы наблюдаем рост числа пациентов, причем все более молодых, и у них обнаруживается множество заболеваний, которых раньше не было, и которые требуют очень сложного лечения. И поскольку они приходят к нам в таком состоянии, что не могут сами о себе позаботиться, мы не в состоянии помочь им так, как могли бы. Но вот в чем загвоздка. Поскольку медицина разделена на отдельные направления, и поскольку люди, работающие в этих направлениях, не стремятся общаться с людьми из других сфер, то за редким исключением, никто не понимает, что все мы становимся все более больными и страдаем от множества недугов. Поэтому, как я уже сказал, общая картина такова, все очень плохо и становится еще хуже. И самое печальное, что это происходит в то время, когда фармацевтическая промышленность растет и развивается как раковая опухоль и зарабатывает столько денег, что уже подмяло под себя большую часть медицинского образования. Она также развратила и подчинила себе регулирующие органы, которые изначально были созданы для защиты нас, потребителей, и такие учреждения, как ФДА, CDC, НИ в Европе, ЭФСА в Австралии, ДжА, все эти организации были искажены потоком финансирования от фармацевтической промышленности. Я имею в виду, что вы можете назвать это глубинным государством. Фармацевтическая отрасль явно стала частью глубинного государства. И теперь сложилась такая ситуация, что эти учреждения, как я уже сказал, которые изначально были созданы для нашей защиты, больше не выполняют своих функций. Так что это сложно. Сложно выйти за рамки этого. Например, Роберт Кеннеди-младший, один из немногих политиков, который хоть как-то упоминал об этом. Он недавно говорил о том, что так называемая промышленная или сверхпереработанная диета наносит вред не только взрослым, но и что еще более серьезно, молодым людям, младенцам и еще не родившимся детям. Этот ущерб, который наносится нашему виду, уже распространился по всему миру. Он обширен, он вездесущ, он невероятно опасен. Так что, доктор Пол, давайте поговорим немного о том, как мы дошли до этого. Вы упомянули что-то о том, что мы были отравлены. Это звучит как ночной кошмар. И мы слышим, как люди говорят, что мы просто стареем, или что они не обращают на это внимания. Я не уверена, что это подходящее слово. Это как с лягушкой в воде. Она просто становится все старше и старше, а мы воспринимаем это как должное, что люди чувствуют себя неважно, и что они становятся моложе, и это как бы часть процесса. Но как мы дошли до этого? Так как же мы дошли до такого состояния? Что происходит с ядами? Или какие факторы этому способствовали? Что же могу я просто сказать, что дело не только в том, что мы стареем, мы стареем быстрее. Процесс старения ускорился. И это происходило медленно. Хотя скорость его увеличилась примерно с 1950 года, но по-настоящему все началось в начале-середине 1940-х годов. И после 1950-х годов процесс ускорился. И теперь мы почти в финале этой ужасной пьесы. Еще совсем недавно, я думаю, все были уверены, что продукты с высокой степенью переработки не слишком полезны для здоровья. И, конечно, пищевые корпорации, производящие такие продукты, всячески отрицали это, утверждая, что они не представляют никакой опасности. Я бы сказал, что не все продукты с высокой степенью переработки вредны. Есть среди них и такие, которые просто ужасны. Есть и менее вредные. А есть и такие, которые, возможно, не так уж и плохи. Но то, что продукт подвергся высокой степени переработки, еще не означает, что он автоматически становится вредным, но реальность такова, что большинство из них действительно вредны. Так что же в продуктах с высокой степенью переработки вредит нашему здоровью? Ну, если вы зайдете, скажем, в британский супермаркет или в любой другой супермаркет в западной стране, то увидите там около 70 или 80 продуктов. И если вы действительно проанализируете, что входит в состав этих продуктов, то обнаружите, что их там около 200 тысяч, и у каждого из них разная пищевая ценность. Метаболические свойства, калорийность и так далее. То есть это очень запутанная ситуация. Здесь так много переменных. Как же нам разобраться, что именно вредит нам? И это то, что мы называем уравнением с множеством переменных. Как же нам найти решение в этом хаосе данных? И сейчас мы находимся на том этапе, когда мы действительно можем начать все упрощать. И если мы найдем способы проанализировать все эти потенциально опасные факторы, то сможем выявить гораздо меньшее количество патологических причин. То есть причин, вызывающих ухудшение нашего здоровья. А теперь я хочу сказать вот что. Раньше мы не сталкивались с этим. Раньше у нас не было такого количества хронических дегенеративных заболеваний. Сто лет назад, когда люди жили столько же, сколько мы сейчас, и были здоровее, чем мы, хроническими заболеваниями страдали всего около 10% населения. Поэтому хронические заболевания всегда были вероятно у тех людей, которые имели генетическую предрасположенность к ним. Но сейчас окружающая среда настолько токсична, что все больше и больше людей становятся уязвимыми к таким заболеваниям. И когда врачи сталкиваются с этой ситуацией, они не видят в ней ничего нового. Они не изучают ее. Они просто видят, что в их приемных клиниках и больницах много пациентов с такими заболеваниями. Они говорят, давайте лечить их. Давайте лечить их лекарствами. потому что это все, чему их учили. И поэтому давайте рассмотрим один вопрос. Например, у детей может быть астма. Сегодня врачи считают, что это нормально, когда в каждом классе есть трое или четверо детей, которые приносят в школу ингаляторы. Это нормально. Хорошо, это проблема. У этих детей есть проблема. Давайте дадим им ингаляторы. Но врачи не знают, что три или четыре поколения назад ни у кого из детей не было астмы. Поэтому, как я уже сказал, давайте вернемся к множеству факторов, которые наносят нам вред, и к тому, что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему. Так вот, за всей этой токсичной средой, за всеми этими многочисленными факторами, оказывается, стоят всего лишь 4-6 основных проблем, которые нас убивают. И я кратко расскажу о них. Хроническое воспаление, о котором я уверен многие из вашей аудитории слышали. Дисбактериоз, который означает, что в толстом кишечнике и, соответственно, в других тканях организма содержится неправильная микрофлора. Недостаток питательных веществ, который называется гиповитаминозом, когда в организме человека не хватает многих витаминов, микроэлементов, фитонутриентов и других полезных веществ. И, наконец, гликемический дисбаланс, который возникает, когда в кровь поступает слишком много глюкозы, а выводится недостаточно, что приводит к гипергликемии. А это, в свою очередь, приводит к метаболическому синдрому, диабету второго типа и множеству других серьезных осложнений. Вот 4 основных фактора, вызывающих заболевания. И если вы посмотрите на все хронические дегенеративные заболевания, которые сегодня являются актуальными, то увидите, что в каждом из них задействованы эти 4 фактора. Цель разработки упрощенной, если хотите, общей теории хронических дегенеративных заболеваний заключается в том, что мы сможем найти противоядие. Определив каждый из факторов, мы сможем найти способ устранить его. И именно в этом заключается суть протокола лечения. Вот к чему привели 50 лет моей работы. Теперь у нас есть эти противоядия. И мы обнаружили, что если давать их людям, страдающим так называемыми заболеваниями, связанными с образом жизни, то в течение нескольких месяцев симптомы становятся менее выраженными или возникают реже. А примерно через 10-12 месяцев они полностью исчезают. И большинство людей, которые используют эту программу, не все, но большинство, в течение года становятся независимыми от лекарств. То есть они больше не нуждаются в симптоматическом лечении с помощью медикаментов. Это полностью меняет наше представление о хронических дегенеративных заболеваниях. И это может стать настоящей революцией не только в развитии здравоохранения, но и в улучшении общественного здоровья. Чего современная медицина не может достичь и по сути не может создать. Вот в чем дело. Давайте просто рассмотрим эти четыре фактора. Итак, хроническое воспаление. Вы написали об этом книгу. Вы говорили о том, как важно бороться с этим. Потому что это действительно разрушает наш организм. У большинства людей наблюдается хроническое воспаление. Расскажите нам, пожалуйста, что мы можем с этим сделать. Вы говорите, что большинство болезней, о которых вы писали в своей книге «Из огня до в полыми», вызваны хроническим воспалением, и что нужно потушить этот огонь. Мы горим изнутри. У нас в организме происходит хроническое воспаление. И большинство людей об этом знают. Так что же мы делаем, чтобы избавиться от хронического воспаления? Ну, это не первопричина, это один из факторов. Это один из четырех основных факторов. Хорошо. И еще. Я только что закончила читать вашу книгу, доктор Пол. Да, я знаю. Ну, это связано с множеством, возможно, с большинством хронических дегенеративных заболеваний. И позвольте мне сразу сказать, что я не открыл важность хронического воспаления. Многие другие ученые, гораздо более достойные, чем я, занимались этой проблемой. И все, что я делаю, это собираю по крупицам их знания и использую их в своей работе. Другие специалисты изучали дисбактериоз, а другие изучали последствия неправильного питания, и так далее, и тому подобное. И все, что я пытался сделать, это собрать все этого едино и составить своего рода общую карту местности. Ну, мне это нравится, но я знаю, что при хроническом воспалении до того, как вы познакомились с Зиндзина, нам придется вернуться к тому, как вы познакомились с Зиндзина. Но вы тогда следовали указаниям Оиды, которая разрабатывала тест и что-то связанное с балансом Омега-3. Так как же все это связано с воспалением и балансом Омега-3? Ну, концепция соотношения 6 к 3 и индекса Омега-3 развивалась, я бы сказал, почти 20 лет. И одним из самых важных вкладов в то, что мы имеем сейчас, была работа двух норвежских ученых, Эй Лерцен и Идавал. Именно они первыми начали изучать потенциальное воздействие для нацепочечных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и полифенолов. Они были первыми, кто это сделал, и им нужно отдать должное. А сам тест был разработан такими людьми, как Бруно Бера, и несколькими другими итальянскими учеными, и парой норвежцев из Странхеймского университета. Так что многие люди, многие хорошие ученые внесли свой вклад в эту работу. И я не был ответственным за разработку чего-либо из этого. Я просто воспользовался этим. Я унаследовал это. Я работал параллельно, потому что у меня было хроническое воспалительное заболевание, и это было 15 лет назад. И я лечился, потому что прочитал работу Эй Лерсона, принимая отвратительный коктейль из рыбьего жира и оливкового масла, который я просто смешивал и пил. И, конечно же, это было очень эффективно. Мне это помогло. И это было одним из тех факторов, которые убедили меня в том, что мы на правильном пути. Нам нужно, чтобы врачи, конечно же, использовали много противовоспалительных средств. Они понимают, что многие люди страдают от хронического воспалительного стресса. Возможно, они не знают почему, но они используют такие препараты, как НПВП и стероиды, для лечения хронических воспалительных состояний. Их не рекомендуется использовать длительное время, потому что они на самом деле довольно токсичны. Но это возвращает нас к вопросу о том, почему так много людей изначально страдают хроническим воспалением. И действительно, теперь вы можете объяснить это довольно просто. Это связано с тем, что содержится в современной или промышленной диете, а чего в ней нет. И оказалось, что в ней отсутствуют многие важные защитные противовоспалительные соединения. И совершенно случайно нам не нужно говорить о каком-то грандиозном заговоре, но совершенно случайно она заменила их другими соединениями, которые обладают сильным противовоспалительным действием. Так что с этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что современная диета. Потому что многие люди просто сказали бы, ну что же, если вам не хватает омега-3, вам просто нужно пойти куда-нибудь и принять немного омега-3. Но вы хотите сказать, что мы что-то неправильно поняли в отношении того, что на самом деле представляет собой рыбий жир, и что есть разница? Ну я этого не говорил, и это наводящий вопрос. Но если вы хотите пойти по этому пути, мы можем это сделать. Я хочу пойти по этому пути. Я хочу, чтобы люди поняли, потому что это было бы очевидно. Если есть дисбаланс омега-6 и омега-3, вам просто нужно немного омега-3. Для меня это именно то, что люди автоматически подумают. Именно так я бы и подумала. Хорошо, причина, по которой у нас так много хронического воспалительного стресса, отчасти заключается в том, что у нас очень высокое, аномально высокое соотношение 6 к 3. Это не единственная причина. Есть и другие причины, но если говорить о вашем вопросе, то если одним из факторов является соотношение омега-6 к омега-3, равное 6 к 3. И следовательно низкий уровень омега-3 в наших клеточных мембранах, то нам следует принимать рыбий жир. Нет, это не поможет. И у нас есть база данных по многим, многим десяткам, а может быть и сотням клинических исследований, проведенных в Праге, в которых использовался рыбий жир, обычный рыбий жир. Для лечения воспалительных заболеваний сердца, мозга, глаз, суставов и других тканей. И по сути ни одно из этих исследований не дало результатов. А если и дало, то эффект был незначительным. Это довольно странно, потому что вы могли бы подумать, что если у вас недостаточно триглицеридов, то нужно добавить их в рацион. Но проблема в другом. Триглицериды сами по себе не работают. Это было доказано в Гренландии двумя датскими учеными по фамилии Банк и Дюренберг. Это было несколько десятилетий назад. Они сказали, что причина, по которой у инуитов не бывает сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что в их рационе много омега-3-глицеридов. Все гораздо сложнее. У инуитов есть различные генетические адаптации, что очень важно, но дело в том, что они едят не только омега-3-глицериды. Если посмотреть на их рацион, то помимо жирной рыбы они едят еще и морских млекопитающих. Например, тюлени и китов, которые составляют значительную часть их рациона. Эти животные содержат не только омега-3-глицериды, как в рыбьем жире, но и полифенолы, известные как в тартанины. Сейчас, в этот момент, мы должны отступить от идеи, что нам нужно отказаться от употребления в пищу китов и тюленей, и задать себе вопрос, откуда берется омега-3. Омега-3 не имеет никакого отношения к рыбьему жиру. Она не содержится в рыбе. Она содержится в морских водорослях. Таким образом, в основе морских пищевых цепочек находятся водоросли, так же как в основе наземных пищевых цепочек находятся растения. Морские водоросли, произрастающие в холодной воде, содержат омега-3, эпо, тха и некоторые другие вещества. Но они также содержат антиоксиданты, соединения шопероны, которые природа создала для выполнения этой функции. Это амфифильные полифенолы. Извините за научный язык, но это означает, что они прикрепляются к омега-3, плотно к ним прилипают и образуют маленькие липосомы. У этих полифенолов есть растворимые в липидах головки, извините, растворимые в липидах хвосты, и растворимые в воде головки. Что означает, что они образуют маленькие шарики с омега-3, маленькие липосомы и стабилизируют их. Они вместе попадают в кишечник, а затем в ткани криля, а затем в кишечник и ткани мелкой и крупной рыбы. А затем в организм хищника, которым может быть кит-убийца или ваша мама, поедающая цаплю. Омега-3 и полифенолы всегда путешествуют вместе. Вы никогда не найдете омега-3 в чистом виде. Они не могут существовать сами по себе, потому что это очень хрупкие молекулы. Так что если вы посмотрите на состав крови и ткани людей, которые едят жирную рыбу, вы увидите, что соотношение омега-3 и омега-6 у них очень низкое, потому что омега-3, попадая в организм, под действием полифенолов остается в нем и перемещается к клеточным мембранам. У людей, которые едят много жирной рыбы, соотношение омега-3 и омега-6 составляет от 6 до 3, и у них практически не бывает хронических воспалений. И почему так важно соблюдать это соотношение? Почему это важно? Мы слышали, как ученые говорили, что соотношение должно быть 3-1. Но почему это так важно? Ну, потому что при правильных условиях 6 омег в ваших клеточных мембранах расщепляются и образуют соединения, которые вызывают воспаление. А 3 омеги расщепляются и образуют соединения, которые снимают воспаление. Я не хочу зацикливаться на индексе, потому что, как говорит Билл Харрис, я думаю, что это не так важно, как индекс, который показывает общее количество омег-3 в ваших клеточных мембранах. Я действительно учитываю оба показателя. Давайте просто спросим, какое общее количество омег-3 должно быть в ваших клеточных мембранах? Вероятно, 8% или больше. И реальность такова, что из-за нашего ужасного, просто ужасного современного рациона питания у многих людей индекс омега-3 составляет 3 или 2, что недостаточно. А соотношение омега-6 к омега-3 составляет 15, 1, 25, 1, 101. И у таких людей развивается хроническое воспаление. А если у вас хроническое воспаление, то в конечном итоге это приводит к дезорганизации, а затем и к разрушению здоровых тканей. Будь то в костях, хрящах, в мозге или в артериях, это приводит к разрушению тканей и в конечном итоге к болезням и смерти. Так что рыбий жир не сможет восстановить этот баланс. Но когда мы сбалансировали состав масла, то обнаружили, что оно действует так же, как рыбий жир. Ну, потому что в сбалансированном масле снова появились полифенолы, которые по идее должны были быть в нем изначально. Я понимаю, почему производители рыбьего жира сделали то, что сделали. Я думаю, они не до конца продумали этот вопрос. Теперь они продают продукт, который совершенно бесполезен. И я бы даже сказал, что он хуже, чем бесполезен. В последнее время все чаще высказываются предположения, что обычный рыбий жир может вызывать проблемы в долгосрочной перспективе. И одна из них, с которой я думаю многие из вас сталкивались, это риск возникновения фибрилляции предсердий. И вот здесь начинается самое интересное. Если вы принимаете обычный рыбий жир, он не усваивается организмом. И поэтому он распадается на очень вредные соединения. Одно из них это малоновый диальдегид, но это не самое страшное. Это вещество также содержится в омега-6 жирных кислотах. Но есть и другие соединения, называемые гексанолами и нананолами. И это очень вредные соединения. Они обладают провоспалительным действием и являются цитатоксичными. Они действительно убивают клетки в различных частях тела. И вот здесь начинается самое интересное. Некоторые из них являются аритмогенными. Мы знаем, что они вызывают сердечные аритмии. Хотя данные о связи между потреблением обычного рыбьего жира и фибрилляцией предсердий, я должен сказать, довольно слабые и неоднозначные. Слишком много других факторов, которые необходимо учитывать. Я думаю, что связь все же есть. И я думаю, что компании, которые продают рыбий жир, и они сами знают, что их продукция бесполезна, теперь начинают понимать, что их продукция может быть даже вредна. И они продолжают продавать свой низкокачественный рыбий жир, который не соответствует стандартам, что на самом деле является нарушением правил охраны здоровья населения. Я думаю, что их нужно закрыть или заставить изменить состав рыбьего жира, чтобы он соответствовал стандартам, потому что на данный момент это не так. Но именно это и сделала компания Zenzino с рыбьим жиром, который работает так, как нужно, и приводит все в равновесие. Вот почему мы проводим тест, чтобы вам не пришлось гадать. Абсолютно верно. И это приводит в равновесие один из факторов. Давайте перейдем к следующему. Давайте поговорим о дисбактериозе. Знаете, доктор Пол, я слышала это снова и снова, и снова и снова. У многих людей проблемы с кишечником. И похоже, эти проблемы влияют на все части вашего тела, от головы до пят, от волос до суставов, и даже на сон. Кажется, что все это взаимосвязано. И на ваше настроение, и на вашу личность. Связь между микробами в вашем кишечнике и вашим настроением, раздражительностью, мотивацией и самоконтролем. Это уже хорошо задокументировано. Вау, понятно. Значит, в вашем кишечнике есть хорошие и плохие бактерии, но все эти факторы, которые приводят нас к этому. Как нам вылечить кишечник? Как нам это сделать? Как нам это исправить таким образом? Как мы можем вылечить дисбактериоз, доктор Пол? Мы слышали, как он сказал «Привет, привет». Нам нужно снова его пригласить. Хорошо, я прошу прощения. Ну вот, хорошо. Теперь я в какой-то отдаленной части света. Больше я ничего не могу сказать. Ничего страшного, доктор Пол. Мы просто рады, что вы с нами на связи. И хотя иногда возникают небольшие задержки, звук все равно идет. Мы рады, что вы все еще с нами. Итак, доктор Пол, мы говорим о втором факторе дисбактериоза, о хороших и плохих бактериях в нашем кишечнике, и о том, насколько это важно. И похоже, что дисбактериоз есть у всего человечества, независимо от того, знают они об этом или нет. Так что же мы можем с этим сделать? Опять же, немного истории, я думаю, будет уместно. Если вы посмотрите на дохристианские культуры мускоамериканцев, то обнаружите, что есть группа людей, известная как адхамы. Более поздние исследования показали, что это пагуэнцы, то есть те, кто ест бобы. И это культуры, которые потребляют очень много так называемой пребиотической клетчатки, например, в Непале, в бобах и кукурузе. И если подсчитать, то получается, что они потребляют примерно 140 граммов пребиотической клетчатки в день. Это очень много пребиотической клетчатки. То есть примерно 1,5 от их общей потребности в калориях. И когда вы потребляете много пребиотической клетчатки, в толстом кишечнике у вас появляется много пробиотических бактерий. И они вырабатывают очень интересные соединения, которые мы называем постбиотиками, оказывающие на вас исключительно положительное воздействие. Например, это очень мощные противовоспалительные соединения. Они снимают воспаление. И если вы вырабатываете их в достаточном количестве, они снимают хроническое воспаление не только в кишечнике, но и в печени, в сердечно-сосудистой системе, в мозге и во всех остальных органах. Но у этих соединений есть еще одно свойство, о котором мы поговорим позже. Они очень хорошо справляются с уничтожением раковых клеток. Поэтому если вы будете употреблять такое количество клетчатки, при биотической клетчатке, вы станете, я бы не сказал, что совсем невосприимчивы, но относительно невосприимчивы к очень большому количеству хронических дегенеративных заболеваний. Но есть и обратная сторона. Если вы будете употреблять такое количество клетчатки, то у вас будет часто возникать метеоризм. Вы будете выделять много газов, а также вырабатывать масляную кислоту. И для всех химиков, присутствующих в аудитории, скажу, что масляная кислота или бутерат имеют не очень приятный запах. Так что эти люди были здоровы, но возможно не настолько, чтобы их можно было пригласить на вечеринку. А теперь давайте вернемся на пару тысяч лет назад. Сейчас мы находимся в 19 веке, и этот период я изучал вместе с другими историками и опубликовал статьи о жизни англичан в середине 19 века. И в этой популяции, которая гораздо лучше задокументирована, потому что это эпоха фотографии и литературы, мы знаем очень многое об этой популяции. О том, что они ели, как они работали, чем они жили, как долго они жили, от чего они умирали. Они потребляли от 35 до 40 граммов пребиотической клетчатки в день. И этого было достаточно, потому что у них не было синдрома раздраженного кишечника. У них практически не было воспалительных заболеваний кишечника, и почти не было рака кишечника. Это было крайне редко. Они были известны, но очень-очень редко упоминались. Вы знаете, я перенесся в тот год, в котором мы сейчас живем, и насколько я знаю, это 2024 год, поправьте меня, если я ошибаюсь. И сейчас мы потребляем всего лишь 4 грамма пребиотической клетчатки в день, а в некоторых случаях и того меньше. Так что теперь в вашем кишечнике, точнее в том, что от него осталось, нет ни одного вида пребиотических бактерий. Они погибли. Осталось лишь несколько видов, но их очень мало. И их место заняли протеолитические бактерии, многие из которых относятся к громотрицательным. Теперь, поскольку они являются протеолитическими, они разрушают слизистую оболочку кишечника. И вступают в непосредственный контакт с нашими клетками, колоноцитами, которые выстилают толстую кишку. И поскольку эти громотрицательные бактерии вызывают интенсивный очаговый хронический воспалительный процесс, то наши клетки начинают разрушаться. И это приводит к тому, что в медицине называется синдромом дырявого кишечника. И теперь все виды токсичных веществ и сами бактерии могут проникать в кровь. Они попадают в кровоток и вызывают повреждения во многих других тканях, включая печень, и это хорошо задокументировано. Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Возрастает риск нейродегенеративных заболеваний. Это действительно серьезная проблема. И поскольку некоторые из этих бактерий покидают места своего обычного обитания, они проникают в другие ткани. И становятся причиной развития аутоиммунных заболеваний, которые стремительно распространяются. Все это происходит вне кишечника. Внутри кишечника у вас больше нет защиты, которую должны обеспечивать пробиотики. Раковые клетки образуются, но не уничтожаются. И именно поэтому мы наблюдаем рост числа людей, страдающих колоректальным раком, и почему он все чаще встречается у молодых людей. И это число продолжает расти. Вы видите, что у людей в возрасте от 40 до 60 лет, а иногда и у 20-летних, диагностируют запущенный колоректальный рак. И это совершенно неоправданно. Этого можно было бы избежать. Мы так далеко отошли от принципов здорового питания. Мы были соблазнены производителями продуктов питания, которые специально делают их такими, чтобы они вызывали привыкание, и которые имеют крайне низкую питательную ценность. И именно это отравляет нас всех. И именно это разрушает наше здоровье, о чем мы говорили ранее. Так как же нам перейти от этого к тому, что действительно работает и помогает исправить ситуацию, а именно к нашим пребиотическим волокнам? Но почему они отличаются от других волокон? Это очень простая формула, но я горжусь ею, потому что считаю ее элегантной. Волокна разной длины имеют разные свойства. Например, фрукты олигосахариды, в которые многие верят, имеют очень короткую длину. И бактерии очень быстро их ферментируют. Поэтому если вы съедите слишком много, у вас начнутся проблемы с пищеварением, вздутие живота, диарея, боли в животе и его распирание. Это действительно неприятно. И поскольку они очень быстро расходуют все волокна, бактерии, прежде чем они достигнут верхней части восходящей ободочной кишки, съедают все, что есть, и начинают голодать. Они переключаются на другие метаболические процессы и начинают вырабатывать вещества, которые вредны для вас. Поэтому если вам нужно изменить состав микрофлоры кишечника, начиная с его верхних отделов и заканчивая нижними, вам нужно тщательно подобрать смесь волокон разной длины. Волокна разной длины имеют разную скорость ферментации. То есть у вас есть немного очень коротких волокон, немного больше волокон средней длины, еще больше волокон средней длины с переходом в длинные. И, наконец, самое большое количество волокон, которые действительно длинные и очень прочные. Это означает, что процесс ферментации, который превращает вредные бактерии в полезные, начинается в самом начале восходящей части толстой кишки, продолжается в поперечной ободочной кишке и сигмовидной кишке, а затем доходит до изгиба толстой кишки. Таким образом вы меняете всю микрофлору кишечника и защищаете весь толстый кишечник. Это было задумано, и в основе этого расчета лежит метод от противного, хотя в свою защиту я скажу, что это был очень большой расчет. Изучив длину цепочек, скорость ферментации, скорость прохождения по толстой кишке, и можно сказать, что нам повезло, мы все сделали правильно с первого раза. И это действительно очень хорошо переносится. Это средство оказалось чрезвычайно эффективным для людей с синдромом раздраженного кишечника и болезнью крона. Мы даже слышали удивительные истории от людей, у которых был рак кишечника. И я не могу об этом говорить, потому что закон запрещает это, но возможно вы сможете связаться с людьми, у которых был такой опыт. И что не менее важно, на вкус это очень приятно. Так что если хотите, можете есть его ложками. Я имею в виду, что некоторые дети так и делают. Я сделал его таким, потому что если вы собираетесь принимать что-то каждый день, и это будет ужасно на вкус, вы не будете это принимать долго. Вы найдете причину, чтобы не принимать это. Вы забудете об этом, особенно если речь идет о детях. И это было учтено при разработке. Как я уже говорил, это очень просто, и я очень горжусь этим. Так что если вы хотите избавиться от дисбактериоза и заселить кишечник полезными бактериями, вам нужно употреблять пребиотики. Я задам вопрос, который я знаю, задают многие люди, потому что многие слышали о пробиотиках и спрашивают, почему нельзя просто принимать полезные бактерии, если они вам нужны? Зачем вам нужны пребиотики? Каков ответ на этот вопрос? Ну, ответ заключается в том, что пробиотики не могут колонизировать кишечник. Если вы съедите йогурт с живыми бактериями или что-то подобное, что на самом деле является десертом. Или даже если вы примете капсулу, на которой написано, что она содержит 10 миллиардов колонии образующих единиц, это очень маленькое количество. Это выращенные в лаборатории микробы, которые содержатся в идеальных условиях. Но вы отправляете их в среду, кишащую враждебными видами, которые знают местности, которые являются дикими видами. Поэтому я часто привожу такую метафору. Представьте, что вы отправляете отряд девочек-скаутов против китайской освободительной армии. Их безнадежно мало, у них нет оружия, и у них нет ни единого шанса выжить больше одного дня. И вот что мы обнаружили. Я участвовал в исследовании, которое проводилось в одной из лондонских больниц, где проводился эксперимент, в ходе которого людям давали разные виды пробиотиков. И тогда вы могли бы проверить, есть ли они в стуле после того, как пациенты принимали пробиотики или нет. И вы бы увидели, что их там очень мало, но в тот день, когда они перестали принимать йогурт, кефир или капсулы с пробиотиками, их там уже не было. Они просто не приживаются, потому что попадая в толстый кишечник, они сталкиваются с микробами, которые там уже живут, и гораздо сильнее и выносливее их. И они, по сути, убивают полезных микробов. У полезных микробов нет ни единого шанса прижиться. Они не могут размножаться, потому что в вашем рационе недостаточно пребиотиков, которые являются для них источником питания. Даже при самом плохом питании в вашем кишечнике все равно есть несколько полезных микробов. И если вы начнете употреблять пребиотики, которые являются стабильными, абсолютно стабильными, они попадут в тонкий кишечник, пройдут через него, и мы не сможем их переварить. Они попадут в толстый кишечник, и те несколько полезных микробов, которые там живут, увидят, что пребиотики поступают в организм, и скажут вам спасибо. Они начнут поглощать пребиотики и размножаться. И это те микробы, которые знают среду своего обитания, знают, где они живут. И когда они размножаются, у них появляется оружие, необходимое для борьбы с вредными микробами. Вот в чем разница между пребиотиками, которые работают, и пробиотиками, которые на самом деле не работают. Понятно. Итак, мы это исправим. Теперь у нас есть хроническое воспаление и дисбактериоз. Давайте перейдем к вопросу о недостаточном питании, о котором вы говорили. Не могли бы вы объяснить, что это такое и как мы можем это исправить? Ну, классическое недоедание, это когда человек питается в основном ягодами или у него цинга. Сейчас мы редко сталкиваемся с этим, но это возможно. Я имею в виду, что если человек питается очень однообразно и у него есть какие-то пищевые фобии, то он все равно может заболеть цингой, если будет очень стараться. И когда мы видим пациента с таким заболеванием, врачи очень волнуются и пишут письма в Министерство здравоохранения или в БЭМДЖ. Но это не такая уж большая проблема для здравоохранения. Это не то, что мы видим. Мы видим людей, которые действительно недоедают, а не испытывают дефицит питательных веществ. Это означает, что у них наблюдается недостаток не только одного микроэлемента, а многих. Поэтому у них низкий уровень содержания многих витаминов, микроэлементов, а также целого ряда фитонутриентов, незаменимых жирных кислот, клетчатки, доноров метильных групп, цианогенов и многих других соединений. Так почему же у них наблюдается недостаток всего этого? Ответ на этот вопрос двоякий. Во-первых, мы были созданы для того, чтобы быть более активными, чем большинство из нас сегодня. Поэтому многие жители мегаполисов потребляют всего около 2000 калорий в день. Мы не были созданы для того, чтобы быть такими пассивными. Мы были созданы для того, чтобы потреблять около 3000 калорий в день, а может и больше. Поэтому мы едим относительно мало. И многие из нас едят продукты, содержащие много пустых калорий. Это сахар и растительные масла. Поэтому мы едим очень мало по историческим меркам. Многие из продуктов, которые мы едим, имеют очень низкую питательную ценность. И это приводит к тому, что мы страдаем от недоедания. А это, в свою очередь, приводит к целому ряду проблем. Так что если у вас, например, хронический воспалительный процесс, который есть у большинства людей, это приводит к тому, что вы постепенно теряете здоровые ткани. Вы можете восстановить их, если у вас есть все необходимые кофакторы для восстановления того, что называется внеклеточной сетью или внеклеточным матриксом, у которого есть и другие названия, например, ЭК. И для того, чтобы восстановить этот ЭК, вам нужно много витаминов, микроэлементов и других веществ. Таким образом, если у вас часто возникают воспалительные процессы, которые слишком быстро разрушают этот матрикс, и при этом у вас наблюдается дефицит питательных веществ, то разрушение матрикса происходит еще быстрее. То есть происходит ускоренное разрушение. Повторите, пожалуйста, еще раз. Потому что вы говорите о том, как витамины, минералы и все остальное влияют на нашу кожу. Я занимаюсь этим уже более 10 лет, доктор Пол, и вы меня знаете. Минуточку. Я не сказал, Карло, что это относится к коже. Это еще один ваш наводящий вопрос. Хорошо, тогда я задам его позже. Вы закончите то, что собирались сказать, и расскажете мне о коже, потому что я думаю, что людям интересно узнать, как это влияет на процессы старения. Но я слышала, что внеклеточный матрикс, я так понимаю, это кожа. Почему бы вам не поправить меня, если я ошибаюсь? Я не буду вас поправлять, потому что внеклеточный матрикс определяет толщину вашей кожи, ее прочность на разрыв, ее вискоупругость и многие другие функции, включая ее способность удерживать влагу, а также ее иммунные свойства. Но ЭК не только присутствует в коже, он определяет состояние всех остальных тканей вашего организма. Так что если внеклеточный матрикс разрушается с повышенной скоростью, то вы теряете минерализованную костную ткань, хрящевую ткань, у вас появляются дырки в стенках артерий. Вы начинаете терять клетки мозга, но также вы заметите ухудшение состояния кожи. Вот почему некоторые люди говорят, что если ваша кожа выглядит старше, чем вы есть на самом деле, то скорее всего вы стареете быстрее, чем другие. Потому что в этом процессе задействованы одни и те же механизмы. Если вы поддерживаете свой внеклеточный матрикс, то это хорошо для всех остальных органов, но это отражается на вашей коже. Поэтому я думаю, что вы, вероятно, имели в виду именно это. И протокол лечения направлен на поддержание внеклеточного матрикса. Так что это имеет и косметический эффект. Это не то, для чего он был разработан, но это своего рода побочный эффект, который желательно получить. Я не жалуюсь. Я просто говорю вам, что сейчас, в свои 56 лет, я чувствую себя лучше и выгляжу лучше, чем в свои 30. Это не редкость. Я часто слышу такое. Но на самом деле это не медицинская проблема. Это человеческое тщеславие, но мы все через это проходим. Я знаю, что для многих это важно. Но я начал заниматься этим не поэтому, но, как я уже сказал, это ожидаемый побочный эффект. Но для меня это никогда не было главной целью. Что же мне нравится, что если это приносит пользу снаружи, то если это влияет на каждый внеклеточный матрикс в вашем теле, то это влияет и на внутренние процессы. И это значит, что мы выглядим так же хорошо изнутри, что в любом случае важнее, доктор Пол. Между ними есть связь. Это действительно так. Если вы хорошо выглядите снаружи, то, как правило, это говорит о том, что вы в хорошей форме и внутри. В этом есть смысл. Хорошо. А что касается получения всех необходимых витаминов и минералов, то, что нам нужно для поддержания здоровья. Вы разработали программу, которая включает в себя все витамины и минералы, которые необходимы людям. Но разве нельзя просто правильно питаться? Да, можно. И это очень хорошо. Я не хочу, чтобы все стали приверженцами здорового образа жизни. Я считаю, что люди должны питаться более здоровой пищей, чем сейчас. Вы можете получить все необходимое из здоровой пищи. Да, вы можете, если будете физически очень активны. Мы проанализировали содержание питательных веществ в самых полезных продуктах, и выяснили, что даже если вы будете очень тщательно выбирать продукты, и будете готовы питаться бразильскими орехами, куриной печенью и треской, вам все равно придется потреблять не менее 2500 килокалорий в день. А для многих людей это слишком много. Я думаю, что для восстановления здоровья людей и общества в целом, нам нужно сделать одно из двух. Нам нужно покинуть города и вернуться к жизни на природе, питаясь тем, что мы можем вырастить, поймать или добыть на охоте. И вы знаете, это довольно утопическая перспектива, которая может быть утопической для одних и антиутопической для других. Или вы можете повлиять на производителей продуктов питания, которые в настоящее время наносят вред нам и нашим детям. Вот что я считаю непростительным, изменить состав продуктов с высокой степенью переработки и превратить их из токсичных в полезные для здоровья. И это мы можем сделать уже сейчас. Если бы у нас было такое желание, то мы могли бы сделать это на основе научных данных. Я думаю, что производителям продуктов питания трудно так быстро изменить свою позицию. Потому что если они скажут, что у них есть новые улучшенные продукты, которые полезны для здоровья, то это будет означать, что старые продукты были вредны. А они явно не были таковыми. Они просто вредны для здоровья. Поэтому им трудно быстро изменить свою позицию. Они как нефтяные танкеры. Им нужно может быть лет 10, чтобы изменить ситуацию. Поэтому я бы сказал, что в настоящее время существует биохак, который является своего рода протоколом для поддержания здоровья. Это противоядие от современного рациона питания и образа жизни. И когда вы используете этот подход, он отправляет ваш метаболизм в прошлое, на 100 лет назад, в то время, когда еще не было продуктов с высокой степенью переработки. И когда здравоохранение во многих странах было гораздо лучше, чем сейчас. Вау, это невероятно. Итак, последнее, что я хотела бы услышать. И я знаю, что отнимаю у вас время, потому что у нас осталось всего 5 минут. Но можем ли мы поговорить о гликемическом дисбалансе? Что это такое? Что это на самом деле означает? И что мы можем с этим сделать? Ну, если вы придерживаетесь диеты, как это делает большинство людей в наши дни, в которой содержится слишком много крахмала и сахара, то все это приводит к тому, что в кровь попадает большое количество глюкозы. И люди думают, что печень способна вывести ее из организма, превратив в гликоген. В какой-то степени это так, но на самом деле возможности печени в этом плане весьма ограничены. На протяжении всей истории человечества и до ее начала было совершенно ясно, что основной способ выведения избытка глюкозы из крови заключался в том, что она впитывалась в наши скелетные мышцы, где использовалась для обеспечения двигательной активности. И сейчас мы потребляем гораздо больше сахара, чем когда-либо раньше. Мы стали гораздо менее физически активными, чем даже поколение назад. Поэтому вся глюкоза попадает в кровь, накапливается там, и ее не успевают выводить из организма. И это основная причина, по которой у нас наблюдается такая глобальная эпидемия метаболического синдрома и диабета второго типа, от которых страдает почти половина взрослого населения Северной Америки. И такая же ситуация наблюдается во многих других странах. Как это можно исправить? Ну, мы знаем об этом еще со времен осады Парижа, когда один из основоположников учения о диабете обнаружил, что у его пациентов, страдающих диабетом второго типа, голодание было действительно эффективным средством для решения их проблем со здоровьем. Большинство людей не хотят голодать, но совсем недавно такие известные ученые, как Майк Лин и другие, доказали, что если сократить потребление сахара и простых углеводов и увеличить физические нагрузки, то можно обратить вспять диабет второго типа и метаболический синдром и вернуться к нормальному состоянию. И это очень важно, потому что, как только вы перейдете на такой режим питания, вы потеряете здоровье и сократите продолжительность жизни. Но это очень просто исправить. Теперь каждый может заниматься спортом, а многие просто не хотят. Есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации? Да, есть. Зайдите на мой блог, который я только что создал. Я не знаю, что там будет. Я знаю, что вы собираетесь опубликовать его здесь. Dr. Paul Clayton.eu Убедитесь, что вы зашли. Это Dr. Paul Clayton.eu Так вот, есть способы обойти это. Есть продукты, которые представляют собой буквально физические упражнения в капсулах. Это не стимуляторы, но они просто заставляют организм реагировать так, как будто вы занимаетесь спортом. Одним из таких препаратов является метформин. Раньше метформин получали из растения галлива официналис или французской лаванда, и мы знаем о многих других натуральных соединениях, которые действуют точно так же. Мы хотели бы включить одно из них в состав зинь-зина, но регуляторы в Дании не позволяют нам это сделать, потому что, как мне кажется, некоторые из них были куплены фармацевтической промышленностью. Опять же, вы можете прочитать об этом в моем блоге. Мы надеемся, что нам удастся обойти это, и тогда у нас будет последнее четвертое средство для борьбы с четырьмя основными причинами болезней. Нам нравится, Dr. Paul, что вы всегда работаете над тем, чтобы сделать мир лучше. Dr. Paul, последнее, что я хотела бы сказать, это то, что многие люди интересуются, как вы оказались в команде зинь-зина и почему. Я знаю, что в какой-то момент вы уже сотрудничали с Аллой Идей в разработке тестов и сбалансированных продуктов. Но когда вы познакомились с нашими основателями, с генеральным директором, что вы почувствовали? Мы немного поговорили, и я был впечатлен их искренним желанием помогать людям и делать мир лучше. Я думаю, что это типично для скандинавов, и некоторым людям это кажется крайне раздражающим, но мне это нравится в небольших дозах. И я разделяю это предубеждение. Я также считаю, что важно оставлять после себя что-то лучшее, чем было до нас, если это возможно. И я объяснил, что в то время они занимались продажей кофе. Я сказал, послушайте, я думаю, что если мы будем работать вместе, то сможем создать компанию, которая будет заниматься научными исследованиями в области здравоохранения. У меня уже было представление о том, каким может быть потокол лечения. И они ответили, хорошо, почему бы нам этого не сделать. И они взяли меня на работу, и через 10 лет мы достигли того, что имеем сегодня. И последний вопрос. Если мы будем распространять информацию, если мы достигнем отметки в 1 миллион, а затем в 30 миллионов, а в 2050 году у нас будет 100 миллионов пользователей, что, по вашему мнению, это даст для мирового здравоохранения? Это полностью изменит ситуацию. Если мы сможем снизить заболеваемость хроническими дегенеративными заболеваниями на 80-90%, а наука утверждает, что это возможно, то мы сможем закрыть больницы и клиники, а также большую часть фармацевтической промышленности. Нам все еще нужны будут некоторые лекарственные препараты, но это абсурдно, что мы ставим их во главу угла системы здравоохранения, как это происходит сейчас. Это отражение политики, коррупции и влияния денег. И нам все еще будут нужны лекарства. Но если мы сможем улучшить качество питания в стране и во всем мире, то количество людей, нуждающихся в медицинской помощи, значительно сократится. Люди будут здоровее, они будут счастливее, они будут более продуктивными, они будут жить в соответствии со своим биологическим потенциалом, что сегодня доступно лишь немногим из нас. Доктор Пол, это только подтверждает, что мы на верном пути, и что мы действительно хотим сделать в Зиндзино. Я благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике, где бы вы ни находились. И я знаю, что все мы в Зиндзино очень признательны вам. Я даже не думаю, что вы осознаете, насколько сильно. Но спасибо вам, доктор Пол. Мы очень ценим вас. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Я разрешаю вам говорить и благодарю вас за сегодняшний день.